В Донецкой области медленно, но неуклонно растет количество инфицированных коронавирусов. 9 апреля было установлено уже 11 случаев. Пока в регионе количество подтвержденных случаев одно из самых низких в стране. Время на проведение необходимых анализов теперь сократится, так как в Славянске открылась первая ПЦР-лаборатория. Благодаря этому тесты можно будет проводить на месте, а не отправлять в Киев. В день максимально мы пока делаем 24 исследования. При этом это два захода, проба подготовки. Длилась эта процедура вчера 6 или 7 часов. Правда, любому желающему проверить, заражен ли он коронавирусом, не удастся. До этого есть определенная процедура. Анализы к нам будут поступать только из медицинских учреждений, то есть или через лабораторные центры, то есть бывшая санэпидслужба. Скажем так, кто тестируется? Первое, это могут обследоваться люди по клиническим показаниям, когда врач определяет, собрав анамны, собрав все симптомы, осмотрев пациента. За несколько дней работы лаборатория провела около 50 исследований, три из которых оказались положительными. Чтобы препятствовать распространению коронавируса, власть ужесточила карантинные меры. Но это вызывает возмущение, участие общества и опасение правозащитников. Так, пожилым людям вовсе запрещено выходить на улицу, а за передвижениями некоторых категорий граждан правительство намерено следить по мобильному телефону. Особенно возмущают людей пункт, который касается запрета прогулок в парках и скверах. Несмотря на то, что места прогулок закрыты и патрулируются полицией, есть такие жители городов Донецкой области, кто считает запреты нелогичными и нарушающими их права. Нас призывают также к неадекватным и довольно неразумным действиям. Например, не находиться в парках, лесопарковых зонах, зонах вид починку и скверах. Это абсолютно абсурдное требование, поскольку именно на улице, на свежем воздухе, в парке, при соблюдении дистанции, минимальный шанс, минимальный риск заразиться коронавирусом и чем бы то ни было. В то же время это может спровоцировать, это решение, этот призыв может спровоцировать большее скопление людей по домам, под крышей. Будут ходить, встречаться у себя дома и таким образом нарушать самоизоляцию и таким образом повышать риск заражения. При этом она призывается граждан соблюдать разумные и логичные карантинные меры и считает, что правительству следовало бы пересмотреть свой подход к ограничениям. В Индерландах, наоборот, правительство разработало маршруты для того, чтобы население гуляло, граждане гуляли как можно больше, выходили на улицы, дышали свежим воздухом, но при этом маршруты наименее людные, то есть наоборот стимулируют выходить на улицу, при этом избегая, конечно, физических каких-то контактов с другими людьми. Ужесточенный режим карантина действует 6 апреля и в правительстве говорят, что в ближайшее время смягчать ограничения не намерены. За игнорирование запретов грозит уголовная и административная ответственность. Еще одно из нововведений, которые дают почву для дискуссий среди юристов, появление беззащитной маски в общественных местах. За все время карантина в Украине составлено 4 тысячи протоколов, связанных с нарушением карантинных норм. Суммы штрафов от 17 до 34 тысяч, которые накладываются на нарушителей, эксперты считают неадекватными. Одна справа, когда это будет какой-то, скажем, богатый на Порше, которому эти 17 тысяч, ну, оно, конечно, жалко, но это один захід в ресторан в мирный час, понимаете? Можно пожертвовать, потом посмеяться. Инша справа, когда касается величезной количества, фактически, людей, которые живут за этой межой, это неправомерное стягнение. На подконтрольное правительство части Донецкой области о штрафах за обычную прогулку в парке пока неизвестно. Наказывают предпринимателей за нарушение правил торговли или перевозчиков. Один из последних известных случаев в Покровске на 17 тысяч гривен оштрафован предприниматель, жаривший на продажу шашлык. Юристы указывают, что граждане обязаны носить с собой документы во время военного или чрезвычайного положения. В противном случае подобные требования могут быть оспорены в суде. И чаще всего суд становится на сторону граждан. За последнее время лишь в 32 случаях из 420 суды поддержали полицию и оштрафовали украинцев за нарушение правил карантина. В большинстве случаев протоколы об административном правонарушении не соответствуют требованиям Кодекса Украины об админнарушении. Одна из последних идей правительства для противодействия распространению эпидемии через новое мобильное приложение ДИЯ следить за местоположением некоторых категорий граждан, которые могут быть носителями вируса. Это как заболевшие, так и контактные личности и прибывшие из-за границы. Причем сообщается, что установка приложения добровольно. Тогда возникает вопрос, если человек добровольно согласился самоизолироваться, зачем за ним следить? Правозащитники сомневаются целесообразности и законности такого нововведения. Это может быть исключено как добровольная сгода, например, это не арешт или еще какая-то дия, которая связана с избавлением воли в законном порядке. То есть, это такой незрозумелый механизм, который не имеет какого-то правового регулирования. Поэтому тут вопрос. По мнению экспертов, с помощью таких приложений можно незаконно собирать данные, которые позже могут быть использованы не только для устранения вирусной угрозы. В то же время, по мнению представителей Международной правозащитной организации Freedom House, какие бы ни были ограничения, важно, чтобы они были прозрачными, адекватными и ограниченными во времени. Например, 20 дней, 30 дней и так далее. Потому что есть угроза, что ограничения, которые установлены в момент кризиса, будут длиться до такого периода, когда такие ограничения не нужны. Поэтому через год, один, два, три, если не будут внесены другие изменения в закон, то у президента, у государства будет очень-очень большая власть. Важно, чтобы новая власть, новые возможности должны быть ограничены временем. Что касается мнений обычных людей, то здесь, как это часто бывает, оценки звучат различные. Положительно отношусь. В данной ситуации это правильная мера. Есть люди, у которых, допустим, родители больные, там, жена больная, которая жить не встает, пойти на покупку, купить лекарства. Это же ненормально, это же не военное положение какое-то чистое. Лучше перестраховаться на самом деле. Лучше, да, может быть, перестраховаться. Так, конечно, детям можно поиграться и в других местах. Ну, я считаю, что это неправильно. Это все-таки свежий воздух. Я думаю, что это просто поддают нас панике, чтобы мы сидели. А для чего это делается? Ну, поживем, увидим. На оккупированной части Донецкой области на данный момент непризнанные власти заявляют о 13 случаях заболевания коронавирусом. Там также установлено ограничение на передвижение. В первые несколько дней карантина, так называемая милиция ДНР, оштрафовала пятерых жителей Макеевки, Кировского, Янакиева и Докучаевска за нарушение режима самоизоляции. На улицах по-прежнему много людей без масок. О возвращении к нормальной жизни без ограничений по обе стороны линии соприкосновения, как и во всем мире, пока говорить рано. Так сообщают Министерство здравоохранения. Данные о том, что с 14 апреля карантин будет смягчен, опроверг к секретарь СНБО Алексей Данилов, назвав это безответственной дезинформацией и элементом информационной спецоперации. Премьер-министр Денис Шмыгаш заявил, что до 24 апреля отмены ограничений ждать не стоит. По его словам, при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 о смягчении карантина можно будет говорить только в мае.